Всем привет! Думаете, что портативные колонки это только для подростков, чтобы они надоедали нам свою музыку в общественных местах? А вот и нет. Сегодня я покажу вам, как JBL Clip 2 может пригодиться таким интеллигентным... Интеллигентным! ...людям, как я. Но обо всем по порядку? С первого взгляда понятно, что эта малышка именно JBL, ведь и материалы, и палитра цветов корпуса такие же, как и у других моделей бренда. Кроме черного, есть еще красный, зелено-голубой, серый и синий цвета. Что касается материалов, то корпус выполнен из прорезиненного пластика, а сам динамик закрыт тканевой оплеткой. Пальчиков и царапин эта конструкция не собирает. Да, как и другие колонки американского бренда, JBL Clip 2 водонепроницаема. Упс! Колонка защищена по стандарту IPX7. Ее можно окунать в воду полностью до получаса и на глубину до метра. Главное убедиться, что заглушка для разъема microUSB на месте. Из кнопок здесь кнопка питания, подключение по Bluetooth, ответа на звонок и качелька громкости. Дополнительными плюшками здесь выступает микрофон и шнур AUX, надежно закрепленный по периметру корпуса. Так что его можно спокойно использовать как спикерфон. Еще здесь есть небольшой светодиод, показывающий Bluetooth подключение и частично состояние батареи. Но лично мне не хватило именно полноценного индикатора заряда, какой был на Flip 4. Кстати, обзор на него можно посмотреть вот там вот. Ну и еще хотелось бы, конечно, управлять плейлистом, но это я уже многого хочу за 60 долларов, да? Ну и то, что здесь есть, очень годно. Под тем, что есть, я имею в виду очень хороший звук. Настолько сбалансировано, сколько это вообще возможно при таких габаритах. Конечно, это не стерео, но зато здесь можно спарить две колоночки и будет стерео. Батареи хватает на 8 часов непрерывного прослушивания музыки на максимальной громкости. Или на 3-4 вечера после работы. Что еще радует, так это съемный металлический карабин. В двух предыдущих моделях Clip и Clip Plus. И даже в более новой версии, Clip 3, этот карабин встроен. А это значит, сломал карабин, считай, сломал колонку. Здесь же его при поломке можно заменить. Но не думаю, что это понадобится, он очень прочный. В связи с тем, возможности использования этой колонки открывается очень много. Я, к примеру, пылесосила с ней, брала ее с собой в ванную, на кухню, цепляла к одежде, ко всяким крючкам дома. И мне не приходилось выкручивать громкость и беспокоить соседей. Музыка всегда была со мной. Ну а на улице можно еще и на рюкзак это присобачить. А как еще можно использовать эту колонку? Как думаете? Напишите в комментариях. На этом все. Жду ваших лайков и буду рада подписке на канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok